Итак, начнём. Привет-привет. Сразу скажу, какие вопросы мы разберём в этом видео. Видео будет разговорным. И первое, ваше звание и стабильность игры на слабом ПК. В чём причина застоя? Второе, что будет после покупки нового компьютера? И третье, нужен ли именно тебе мощный компьютер? Поехали! Для начала возьмём в пример неважно какое звание, будь то Silver или Big Star. Пусть у нас будет Gold Nova 4. Вы застряли на своём звании и думаете, что слабое железо всеми усилиями препятствует вашему прогрессу. Сразу развею эти предрассудки. Согласитесь, если любой более опытный игрок сыграет на вашем аккаунте с вашего компьютера, то он всё равно без труда преодолеет ваш застои. А это значит, что именно вам есть куда расти. На канале есть пример трансляции, где я играл с подписчиками на Сильверах и стримил. Фризило просто невероятно, хоть и FPS был в районе 60. Скорее всего, моя ситуация была намного хуже, чем у моих тиммейтов, но при этом я всё равно был на первом месте. Вот вам и доказательства. Поэтому забиваем на то, что у вас около 40 FPS. Это удовлетворительный FPS для низких званий, если нет фризов. И продолжаем учиться играть. Игра в CS — это не просто убивать противников или быть фраг-лидером. Это умение читать игру, использовать гранаты, знание таймингов, правильно использовать информацию и ещё очень много нюансов, которые приходят только с опытом. Если вы играете на низком звании, то у вас наверняка не более 1000 часов, а это действительно очень мало. Кстати, про тайминги нужно видео сделать. Сука, это очень важно. Обязательно сделаю, подпишись, чтобы не пропустить. Так вот, если ты смотришь это видео, то тебе определённо не всё равно на эту игру, и ты хочешь чему-то научиться. Поэтому вперёд, опыт и ещё раз опыт. Я уверен, что вам нравится смотреть видео с жёсткими фрагами, стримчиками про игроков, а если нет, то смотрите, это очень полезно. Но не просто смотрите, учитесь у них. Все движения, позиционирование прицела, все их дефолтные действия обязаны быть и у вас. Это всё действительно дефолт, поэтому присвоите его себе. Извлекайте максимум пользы от этих просмотров. Ах да, если у вас нет микрофона, то возможно в этом вся причина. Иди купи, он стоит 100 рублей, это очень важно. Пример приведу лишь одно. Ты без микрофона, минус информация про одну позицию для твоей команды. Надеюсь, вы понимаете, чем это чревато. Сделаю видео ещё по этому поводу. Да. И так далее. Что же будет с твоим скиллом после покупки нового ПК? Расскажу на своём примере. Раньше я играл на ноутбуке со средним фпс около 50. Постоянными фрезами на маленьком экране, разрешение 640, плохой мышкой и всё такое. Однако мне это не помешало апнуть глобала. Короче говоря, запускаю я первый раз кс на новом компьютере. Это чёткость картинки от нормального разрешения, никаких фрезов, удобная клавиатура. Сказать, что я был в восторге, ничего не сказать. Но что случилось с моим скиллом? А что с ним могло случиться, собственно? Ничего. Новый ПК не прибавил мне знания об игре. Я не стал более жёстким из-за этого приобретения. На том же ноуте у меня было много игр, где я сыграл намного лучше, чем на этом ПК. Всё дело только в вашем настрое. Если вы привыкли к этому слабому компьютеру, значит вы можете на нём тащить. Но были же такие игры, ведь я прав. Вот-вот. Единственное, что пришло ко мне с этим компом, так это стабильность. Хоть и на нём меня нередко подлагивает. Однако у меня уже нет причин винить слабое железо в моих неудачах. И раньше тоже не было. Просто я, к сожалению, этого не понимал. Но самое забавное то, что сейчас я всё равно хочу компьютер получше. Да. Я хочу узреть, что такое 144 Гц. Хочу больше чёткости, плавности и всего остального. Но я знаю точно. Я стану лучше только с помощью своих усилий. Надеюсь, теперь вы это тоже понимаете. И да. Глобала в соло без проблем можно получить. Глобал это всего лишь первый шаг к вашему дальнейшему совершенствованию. Поэтому дерзайте. А теперь подведём совместный итог, который наконец всё изменит. Нужен ли именно тебе мощный ПК? Ты думал я буду что-то рассказывать? Сам ответь на этот вопрос. Можно ли сравнить слабую ведюху с мощной и назвать вторую более скилловой? Нет. Скилл с английского это опыт. Скилл это твои навыки, которые ты получил, отдав игре своё время. Скилл это и есть ты. Надеюсь, я доходчиво объяснил этот факт. Напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. С вами был GetLight. Если помог, жду подписки и лайк. На канале будет очень много полезной информации. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok